всем привет друзья вас приветствую сегодня я и зовут меня юлия ну что потеряли знаю что потеряли мне уже ваши смс доходят приходят и в общем слышу и вижу что потеряли но не стоит меня терять в принципе меня не было то сколько с 16 числа сегодня на дворе 21 апреля всего-то прошло несколько дней даже по пальцам можно пересчитать учиться приехали мы сашей 16 апреля вечером поезд у нас сразу же пошла в ночь на работу то есть все мой отпуск закончился вот и вот я уже вышла на работу у меня был один выходной затем опять день ночь и конечно же за недельное отсутствие всяческих дел сразу же накопилось и вот уже и некогда было даже что-то снимать то есть я так маленько поделала то поделала то поделала то и честно говоря маленько меня продуло москве то есть самочувствие какое-то хлипенькая до сих пор вот вышло все в простуду на губе еще пару дней назад она у меня была вот такая ну видимо да вот метро меня очень сильно продуло спотели сначала потом сели и там такой очень сильный был сквозняк меня причем первый раз так прихватило то есть у нас с москвы был поезд вечером мы сели расположились и я чувствую что вот у меня уже вот эта вот сторона она начала знаете так вот ну как бы свербить что-либо леть а затем у меня начался пуль как будто бы как пульпит но вот такая боль она сравнима как зубная боль пульпит вот тикает нерв и вот тут было то же самое я промучилась всю ночь затем целый день я я просто не знала куда себя девать вот это вот тиканье то есть но оно было не здесь оно было вот где-то вот в ухе вот там вот в шее в голове я просто считала эти секунды когда вот не было этого пульпита там то 33 секунды то 40 то 20 то 15 это было что то с чем-то остановок длинных не было по 2 по 3 минуты и вот только в городе в котласе когда мы остановились я бегом побежала в аптеку купила лекарства выпила и вот уже когда приехала домой меня начало отпускать то есть вот это вот этот это пульсирующая боль она закончилась и потом так засвербила потом так зазнобила но вот сейчас такое вот как бы нос течет вот ну все вышло в простуду и вот глаза очень сильно свербит то один глаз воспалился то вот сегодня но я с ночи с работы слышу уже что 2 моргать больно видимо наверное вот все таки вот продула голову потому что я была без шапки и вот повторюсь в метро села и я прям чувствую что вот как будто бы в сзади меня открыто окно ну я посмотрела везде форточки закрыты но дуло дико страшно но я ж ничего не поделаю то есть станешь тоже так же дует и в общем то конечно такой вот такого рода боль что и и глаза и и все это вот конечно это у меня впервые вот а так вот по поездке в москве добавляйтесь ко мне в телеграм я там несколько видео выставляла рассказывала подробно как что но по поводу сашиного здоровья то хочу сказать что в принципе стабильно хорошо главное нет ухудшений это самое главное конечно есть там для меня такие отметочки которые меня огорчили ну в общем что поделать вот такова жизнь а будем справляться будем решать проблемы по мере их поступления вот потом расскажу наверное когда захочет этого душа вот сейчас я не могу говорить сразу же у меня и так вот как-то еще с папой очень все тяжело поэтому я если начну говорить сразу начну плакать поэтому пока вот не готова я говорить на эту тему и так тяжело давайте расскажу немножко вот о сегодняшней погоде на дворе 11 часов утра погода у нас сегодня солнечная это хорошо до этого все было пасмурно но дождя не было было сухо и вот как вы видите посмотрите вокруг снежок практически растаял я конечно приехала за мое отсутствие это снег вообще очень хорошо сошел замечательная рада я боялась что столько было в этом сезоне снега с как он будет сходить но вот это видимо вот наверное потайка такая и дожди были снег хорошо равномерно сходит у нас до сих пор по ночам минус вот сегодня было минус 3 ночью ну как не ночью под утро в основном такой вот морозить морозить наступает но с сегодняшнего дня вроде бы я посмотрела по прогнозу минусов нет поэтому я сегодня скорее всего начну уже первую отправку посылок кто кому не терпится но не переживайте растения стоят дома они в тепле и их я их поливаю удобряю опрыскиваю сделала даже черенкам расстановку чтобы они не кинулись сверху чтобы они пустились ширь подстригать их не подстригаю думаю чтобы сделали это вы дабы зачеренковать еще раз при умножить свой купленный материал поэтому вот решила так то есть не черенкую они у меня и так на начальном этапе были подстрижены чтобы были кустиком сейчас отступилась я уже от этой стрижки в теплице да я там стригу вот эти свои семенные петуни а черенки уже не трогаю кстати бы у меня была уже отправка двух посылок девушка выбрала на свой страх и риск то есть она так и сказала давайте пусть даже если будет и минус в принципе у нее там была петуния поэтому за петунию то я не очень переживаю она она вынесет такой вот прям вот ну легкий морозец а вот такие культуры как колеусы конечно с ними рисковать не стоит ну и вот хочу сказать что вот посылка до владимира дошла за четыре дня по почте посылка до москвы московской области зашла дошла за пять дней так что бывает так что почта например пишет что посылка данная пройдет пробудет в пути 7 9 дней но вот как мы не моя практика показывает то есть я очень часто получаю посылки как правило посылка приходит раньше намного то есть это разница от трех до пяти дней вот в чем предсказание почты и и так она на самом деле получилось то есть сначала девушка мне написала расстроилась что ой надо было наверное там первым классом и так далее там которые выбрать подороже тариф но я ее успокоила что вы успокойтесь посылка дойдет быстрее так на самом деле она и получилось и в принципе все дошло отлично хорошо я получила благоприятные отзывы так что не беспокойтесь я начинаю отправку сегодняшнего дня всех оповещу и давайте немного вам покажу все таки что действительно как быстро сошел снег посмотрите даже вот здесь вот да я перед отъездом вам показываю петуньевое дерево тоже было нигу а сейчас вот так вот все хорошо сошло вот стоят мои кашпо я даже не убирала из них питунью мне хотелось посмотреть на сбрасывает ли она семена и на сеется ли она самосевом в общем очень это интересно но в принципе все уже можно сейчас заниматься чистить и так далее вон посмотрите даже бабочка прилетела какая прелесть ой какая красота далее хочу показать вам роботку посмотрите тоже она уже какая чистая и вот навсходили тюльпаны гортензия розы хорошо перезимовали еще кустик гортензии бадан как будто бы вообще он летом выглядит и здесь вот какие высокие тюльпаны вообще красота скоро будет цветение конечно же заниматься удобрением вот тоже внести но сейчас я мне этого физически не сделать но в общем когда у меня будет свободная минутка я буду заниматься удобрением всего то что уже виднеется то есть это и розы гортензии тюльпаны затем нужно обработать хвойные затем нужно обрабатывать вообще весь сад это кустарники и плодовые ягодные от болезней и вредителей тем тоже мы с вами будем конечно же заниматься вот планирую сегодня сходить до мамули и обработать ей клубнику она попросила так как у меня препараты есть наличие займусь обработкой клубники для нее я клубника тоже посмотрите уже как хорошо виднеется и буду заниматься своей грядкой хочу сказать что сюда я вообще еще не выходила то есть вот так вот собак вывожу наблюдаю и все то есть моя рука здесь еще не присутствовала нужно заниматься вам только вот сейчас показываю и вот пустующее место у меня теплица смотрите совсем открыто три градуса повторюсь сейчас у нас в теплице конечно на солнышке очень жарко что касается этого места я если честно уже сломала голову чтобы мне здесь в этом сезоне такое интересное сделать я думала может бы здесь сделать такую жаробатку но юра меня мне не разрешает этого делать потому что здесь чистим снег заезжает трактор машины сюда иногда заезжают ну в общем не разрешает он мне ну и наверное качельку сюда старенькую свою поставлю или же быть может есть у меня конечно одна мысль которая в принципе у меня практически уже воплотилась сейчас это все кружится вертится я не могу об этом говорить чтобы не испортить но в общем пусть это будет маленьким секретиком который если получится я вам потом обязательно расскажу что касается вот именно этого места пока она пока оно чисто и невинно это как говорится полет для моих фантазий ну и вот посмотрите во дворе уже тоже какая красота все подсохло снег практически сошел вот здесь куда очистили счищали снег там конечно еще снега есть около бани немного здесь вот около теплицы так можно сказать что вообще уже как будто бы лето и давайте пойдемте в теплицу на экскурсию покажу вам что у меня там растет произрастает как поживает тоже вот когда солнечно я открываю дверь в теплицу в этой теплице напомню я что у меня здесь кустовая питунья пока еще и у меня здесь помидорки также вынесла сюда черенки тайдала и питунью кустовушку которая моя которую я вам показывала да я вот ее распикировала вот она набирает свою силу а также здесь у меня еще вегетативные череночки те которых нет у меня в продаже потому что это мои личные либо это под вопросом либо это петхуа либо это вот ну один и единственный который бы мне нужно самой сохранить сорт жду вот с нетерпением цветения чтобы убедиться все ли в порядке все ли хорошо и оставлять или не оставлять в общем вот это вот такого рода черенки но на мой взгляд все череночки выглядит хорошо вот даже есть у меня вот тут и петхуа в общем которую мне удалось сохранить надеюсь я что который у меня будет ну и так далее здесь у меня все в принципе растет произрастает ну как бы после прищипки начинает более менее кустит меня вот в том году здесь стояла бочка вот прямо вот здесь вот но я чтобы не занимать место вот поставила сюда стул и посмотрите что я придумала это ведра раньше у меня юра когда варил пиво вот он использовал вот эти вот ведра и сейчас они просто стоят без дела они в гараже мне не попались на глаза и я прям вот решила что это идеальный вариант у меня для полива вот посмотрите как это происходит я открываю краник в бутылку набираю воду и все отлично замечательно не нужна ни воронка не нужна ни канистра сколько было бочек я все у него забрала и здесь поставила вода нагревается и все замечательно тоже вот ведра влейки налила но это все для полива еще я сюда вынесла томаты я на которая меня балует сортовыми томатами привезла мне очередную партию новинок супер шикарных томат среди которых вот такая серия как гном ольга ольга чернова да правильно я говорю вроде бы с канала огородная азбука очень часто вот про них рассказывала вот у меня например есть гном русский вихрь посмотрите какая хорошая уже корневая система и этим помидоркам нужно уже перевалка так что обязательно нужно их уже перепикировать вот например тоже смотрю какой томатик прям коренастый черная красота это черный томат татьяна рассказывала в общем несколько сниму про это отдельное видео и расскажу и вот как татьяна мне подсказала что мои нужно тоже томаты вынести в теплицу чтобы они не тянули чтобы они были более такие приземистые и корена вы знаете я хочу сказать что действительно после того как я их вынесла в теплицу вот это вот это мои томаты вот татьяне и а вот мои они вот правда они как вот вот знаете сейчас вот сухая земля и они такие ну вяленькие а так они такие вот тут ну правда вот такие как горных лопцы стали такие богатыри я вот действительно никогда раньше не выносила так рано рассаду томат татьяна объяснила что 5 градусов по ночам для томатов это достаточно то есть вот прям вот они будут молодцы они не будут тянуться они не будут хилеть и болеть что ли я не знаю но посмотрим 10 числа прям вот с вечера вынесла сюда в теплицу и вот уже сегодня 21 марта апреля и все замечательно поливала я уже их здесь в общем я очень даже рада и довольна вот так что для меня это все ново овощи для меня новинка так вы может быть удивитесь что я себя веду так это наивно но в общем мне казалось что это такая культура нежная которая должна быть дома ни в коем случае нельзя там колебать температуры и так далее а на самом деле вот пожалуйста мне нравится как они сейчас себя ведут намного лучше такие прям действительно коренастые а про проблему вот спрашивали меня в телеграме вот сбрасывают листья томаты они сначала сохнут по краям а затем сбрасывают листья так вот я хочу сказать что у меня в прошлом году была такая проблема вот была рассада томатов дома и это было прям вот как напасть какая-то я готова была зареветь причем я меня женщина попросила мамина знакомая вырастить для нее рассаду томатов и так получилось что вот ну ее рассада она прям вот знаете листики начинают настоящие с кончиков с краешков как будто бы обгорать они засыхают и отваливаются я что только где только не искала но это действительно какое-то заболевание но потом конечно вот когда я вынесла уже ее и высадила эту рассаду она восстановилась и выросла но это конечно дома смотрелось ужасно плачевно то есть это был вообще голый ствол и вот макушечные листики они были конечно я в прошлом году на переживалась на переживалась на переживалась и вот в этом году мне тоже женщина спрашивает что и как я также сказал что у меня вот в прошлом году такая же была проблема но я так ничего и не могла я и обрабатывала там что-то поливала я помню что я только не делала но так ничего и не поменялось вот до того момента когда высаживаешь помидоры в открытый грунт ну в смысле в теплицу там в парник или в открытый грунт здесь у меня стоят мои новиночки все хорошо набирают силу кустят или брашечки тоже после моей прищипки вот как все активно началось куститься вот то что я прищипывала вот активно куститься а эти сами по себе сорта кустятся в общем вот кстати прочитала в комментариях оксана по моему мне вроде бы написала что вот никогда не не прищипываю махровую петуния я конечно сначала так расстроилась думаю ну вот может быть я все испортила но вы знаете вот сейчас смотрю на петунию пока мне все нравится вот начинает активно куститься и вот смотрите выходит замена да то я так понимаю что это будет не один стволик а их будет несколько потому что смотрите сколько просыпается вот этих боковых побегов и в принципе вот они начинают куститься так что ну не знаю я конечно буду наблюдать вот тут тоже вот видите она закроется скоро эта прищипка и вот что касается серии dot star которую я прищипнула тоже смотрю она очень хорошо активно начала куститься посмотрите сразу же какой вот кустик то есть я думаю что тоже ей прищипочка пошла на пользу вот например тоже вот видно что сразу же такой вот хороший кустик ну в общем пока я еще не пожалела что прищипнула есть конечно сорта кустовой петунии вот например к дебанейр дебанейр серия посмотрите вот я ее не щипала она прям вот сама красивая конфетка куститься сама куститься а вот по поводу вот этой серии фистика у меня возникли вопрос то есть я тоже также я посмотрела что она куститься сама по себе хорошо и оставила не щипала ее но вот смотрю что как то вот есть все таки центральный ствол у нее выходит и вот даже не знаю меня мучают сомнения подскажите пожалуйста вот ну все таки оставить да или же вот можно прищипнуть но вот смотрю что она прям вот сама по себе куститься хорошо и вот 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 честно вам скажу даже не знаю вот посмотрите это же вообще вот вот это уже готовый букет то есть это будет стаканчики готовый шикарный букет без прищипки я повторюсь вот не серию не дебанейр я не черенковала не прищипывала и не софистику вот тоже рядом софистика и вот она видите вся тоже распускается где-то и бутончик это лайм серия будет очень красивая расцветка и вот дебанейр тоже такая вот смотрите тоже готовый букет в одном стаканчике вообще красота если еще подкормить так это будет вообще сейчас конечно цветочки подвяли все потому что солнышко конечно меня извините что я перед вами вот тут вот с платком но потому что износа течет как 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 не знаю откуда вот пойдемте во вторую теплицу сейчас вам немножко там покажу но при сразу предложу что у меня там творческий бардак потому что вчера я уже опять тут поработала и и здесь видно да видно что я делала я опять прошлась и прищипнула там где не не прищипывала до этого серию вот изи прищипнула повторно чтобы она покустилась получше потому что она выпускала боковых плетей видите у меня уже пустоты приходят люди покупают очень мне нравится вот изи бургунди велюр за этот красивый шикарный цветочек он прям такой бархатный у него цвет вообще очень хочу посмотреть на красную расцветку изи вообще у меня никогда не было красной вот жду не дождусь первого распустившегося бутончика вейв парпл пощипала поприщипывала вот в вейв шок вейв микс прищипывала где что видела то и щипал активно цветет вот белая некрупным цветочком шок вейв очень мне нравится ее кустистость я представляю что это будет посмотрите какая форма интересная то есть она будет прям вот таким паучком паучком вот сначала вот такая будет небольшая шапочка а затем будет лавина лавина из таких белых красивых некрупных вот прям как калибрахуа цветочков это вот просто вот его сделать какой-то микс и будет вообще симпатично тоже уже пустоты у меня здесь я бы в целом посмотрите да что уже черных пакетов совершенно не видно все зазеленело помешало бы конечно снова расставить питунью но мне просто-напросто некуда этого сделать оперу серию я не буду больше прищипывать одной я считаю прищипки достаточно потому что все-таки это ампельная питунья и чтобы она полноценно спустила свои ампеля их нужно оставлять то есть на начальном этапе я сделала прищипочку чтобы все-таки шапочка была по пушистее а сейчас я у нее плети не трогаю оставляю ее потому что ну повторюсь что они у нее все-таки должны показать свою длину хватит их тормошить и будоражить иначе она обидится и не покажет свою красоту не мистери sky смотрите вот когда не было солнышко да это вот старый бутончик он была вот такая расцветка а сейчас вот на солнышке вот такая вот уже красота уже проявляет свою расцветку лавандер sky тоже проявляет литл туния это моя невестушка тумбелина фанфары крупнее крупнющий свой граммофончик распустила я вот что вам хотела показать и я так рада вы просто не представляете в общем а я у меня однократно говорила что у меня есть стоят череночки которые ну меня не опознавашки в общем по той или иной причине потеряла сорт и так далее и я конечно же жду-не-дождусь вот их цветение чтобы посмотреть что же это за сорт и вот у меня был значит под вопросом вот этот вот кустик мне оказалось что это либо фанфары либо тумбелина у меня под вопросом тумбели на была елу желтая и фанфары белая помните вам говорила что очень я расстроилась что у меня фанфары белой не оказалось и вот значит этот у меня распускается цветом я Я понимаю, значит, что это фанфары или фанфары, я не знаю, но я так обрадовалась. Этот кустик у меня был в литровом кашпошке. Я сразу же, конечно же, давай бегом поменяла новый грунт, добавила, как всегда, премиум класса удобрения от Organic Mix. Показываю его вам все время. Это органоминеральное удобрение пролонгированного действия. И огромный плюс у него в том, что его можно добавлять как при замешивании грунта, так и, например, если у вас уже посажено растение, просто-напросто взрыхлив верхний слой грунта, добавив удобрение, опять же прорыхлив, и все, в дальнейшем ухаживать за растением, как обычно. Действует это пролонгированное удобрение в течение 100 дней. Отличная органоминеральная подкормка. Также ее можно вносить вот сейчас, например, под розы, под гортензии, под гладиолусы даже, ну вот под любые цветочки, которые у вас также находятся и в открытом грунте. Так вот, дала я вот этой вкусняшке своей тумбелине, заменила грунт на цветочный питательный и вот дала побольше объем. Так что, в общем, конечно же, очень я рада, что у меня есть этот сорт, и он, я смотрю, что чистый, лист у него хороший, вот грязненький, это после пересадки. Цветочек тоже отличный, крупный, граммофончик, похож на, ну вот именно что на фанфару. Посмотрела я, что цветущий эклипс у меня нет, я обрывала цветочки, и оно у меня не цветущее, а вот фанфары лавандер у меня есть. Конечно, вот у этого сорта форма куста не такая, как у лавандера, она больше похожа на эклипс, а вот граммофончики по размеру, они соответствуют, то есть тоже крупный очень цветок. Здесь он такой, граммофончик более вот с заостренным конечком, а здесь такой более закругленный, но, в общем, красота, красота. На нижнем ярусе, в принципе, тоже все вот кустится, колосится, у меня висят лампы для дополнительной досветки, ну вот я смотрю, что, в принципе, не тянется так питунья, более-менее. Но здесь у меня рамблины, там тайдалы. Тайдалы всегда выпускают свой центральный побег, так как это каскадные питуньи, к этому нужно отнестись нормально, и если это вас не беспокоит, то, в принципе, можно оставить в покое и не трогать. Если вас это слишком смущает, то можно, в принципе, прищипнуть. Хуже не будет, зарастет, но я так вот, знаете, практикую для себя, я оставляю. На реализацию я прищипываю, и у меня есть разные кустики. Где-то вот уже прищипнуто, видите, а где-то еще вот только-только показался, видно, центральный побег, и он у меня оставлен. В общем, буду смотреть по ситуации. Что-то где-то оставлю, если до момента реализации слишком вытянется, прищипну. В общем, повторюсь, вот все действую по ситуации. Вот смотрите, где прищипка, она практически уже затягивается, ее тоже будет не видно. Я заметила, кстати говоря, что вот Тайдал Ред Велюр развивается намного стремительнее, чем, например, Тайдал Сильвер. Это даже видно у меня вот по примерам. То есть вот пример, я здесь уже сделала несколько прищипок, а здесь всего лишь на всего одну. И то вот как-то вот она так неохотно у меня. Это вот Сильвер, а это Ред Велюр. В общем-то, такое интересное наблюдение у меня впервые в этом сезоне. Больше никаких цветов пока не выносила. Во-первых, мне некогда. Хочу, конечно же, я вынести Гацанию, потому что посоветовали мне, что можно, в принципе, в теплицу вынести Гацанию. А так как-то вот, ну вроде бы стоят они дома, есть им место на стеллажах, так и есть. В общем, пока я вот даже этим не занималась, не уделяла времени этому, потому что времени нет. Сейчас мне нужно, самое главное, это отправить вам посылочки, а затем уже заниматься вторичными делами. Что в ближайшем будущем? Это облагораживание, удобрение, обработка. Затем можно уже, в принципе, высаживать кашпо, которое вот они у меня уже оттаяли. Можно посадить, чтобы... Ну, в общем, что я буду загадывать, что я буду планировать? Все это будет, естественно, что по ходу дела. Потому что, что будет завтра, неизвестно. И как карта ляжет, как говорится. Ну, в общем, вот такой у меня для вас сегодня был обзор. Буду заканчивать. И так он получился слишком долгим. Нужно заниматься идти делами. Повторюсь, буду заниматься отправкой черенков к вам. Итак, должна повторить про свои дополнительные соцсети на случай, если закроют YouTube. Это Rutube, это Telegram, это Яндекс.Дзен. Ну, ВКонтакте, конечно же, добавляйтесь. Хотя я вижу, что активно мой контакт растет. Каждый день я добавляю по некоторое количество человек. Огромное вам спасибо за доверие, что добавляетесь. Жду вас всех. Милости прошу в гости. Давайте дружить, общаться, делиться своим опытом, обмениваться знаниями. Это, конечно, очень все ценно и дорого. Всем огромное спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба над головой, голубого, чистого неба, яркого солнышка и отличного настроения. Всего вам доброго. До новых встреч и до новых видео. Пока-пока.